мир вам и благодать до умножиться приветствую вас в прямом эфире драгоценные друзья о моя кружечка с чаем зеленым пришла спасибо большое ну что ж давайте возьмем наш небесный напиток зеленый чай или кофе кто что пьет мир вам драгоценный мы величаем Иисуса Христа сегодня у меня важная тема тема которая будет касаться каждого из нас тема которая будет касаться каждого человека это тема поклонения а ты являешься поклонником или нет как жить жизнью поклонника как быть поклонником как стать поклонником божьим как как быть божьим поклонником что значит быть поклонником божьим тема очень серьезная почему потому что писание говорит что бог ищет себе людей которые бы поклонялись ему в духе и си господь ищет тех кто согласится величать его и поклоняться ему теперь многие люди не делают этого и они думают что я просто буду просителем божьим бог не ищет себе просителей бог не ищет людей которые только занимаются тем что просят 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 дай 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 господь ищет людей которые бы сказали я буду поклоняться Иисусу Христу я хочу жить жизнью поклонника я буду обитать в божьем доме буду поклоняться давид был особенным человеком был ли давид всегда прав нет давид не был всегда прав послушайте давид не всегда поступал правильно иногда он поступал абсолютно неправильно когда он блудодействовал когда он соблазнил чужую жену когда он использовал служебное положение и убил человека он не всегда был он иногда лукавил хотел слукавить и хотел свое блудодеяние скрыть но он все-таки был поклонником он был поклонником и конечно же господь отправил пророк и пророк обличил его но все-таки жизнь поклонника она она перевешивает ну давайте так она менять все сегодняшнее христианство это жизнь потребителей люди приходят к богу с заказами они приходят и это нормально бог отвечает на просьбу праведников просите и получите не просите не получаете но теперь если мы говорим о жизни потребителя если мы говорим сегодня о жизни человека но такого наученного западом потреблять все требовать права качать если мы будем жить такой жизнью то получается что мы не живем жизнью поклонников а бог ищет себе поклонников господь ищет себе Поклонников. Ему нужны поклонники. Он ищет. И начнем с местописания, потрясающего местописания. Кстати, еще раз хочу поприветствовать всех друзей Дома Веры. Если вы еще не вошли на наш сайт Дом Веры, то добро пожаловать в нашу интернет-общину домверы.ру. И на экране периодически появляется наш веб-сайт. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, подключайтесь, становитесь частью нашей интернет-общины. Мы встречаемся каждый Божий день. Каждый Божий день встречаемся здесь, кроме субботы и понедельника. Завтра у нас выходной будет, суббота. И мы здесь вместе молимся, ищем лица Господни. И сегодня мы с вами говорим о поклонении. Жизнь поклонников. Жизнь человека, который поклоняется. Давайте начнем с Библии. Итак, откройте, пожалуйста, Псалом. Псалом, 21 стих 4. Но, здесь написаны такие потрясающие слова. «Но ты, святой Израилев, живешь среди словословий Израиля». «Ты, святой Израилев, живешь среди словословий Израиля». Бог обитает. Давайте так. Спрос и предложение. Есть спрос, есть предложение. Если есть, ну, давайте так, жажда прославления, если есть словословище, тогда Господь приходит. Бог реагирует на наше желание Его славить. Конечно же, конечно, мы хотим, чтобы Бог у нас был. Конечно, мы хотим, чтобы Бог был в нашем доме. Конечно, мы хотим, чтобы Бог с нами обитал. Конечно, мы хотим, чтобы Господь был в нашей жизни. Вопрос, хотим ли мы так же, чтобы у нас Господь, чтобы мы поклонялись Ему. Или у нас только, вы смотрите, если у нас только желание, чтобы Бог обитал с нами, если только желание, чтобы Бог обитал с нами, то тогда получается такой конфуз. Мы хотим, чтобы Бог обитал с нами, но Бог обитает только в том случае, если мы хотим Его прославлять, если мы прославляем Его. Бог обитает в словословии. У нас есть желание, мы желаем, чтобы Господь был в моей жизни. Если желание прославлять, то так не очень. Но я хочу, чтобы Бог был. И я молюсь, чтобы Господь пришел. Да не надо молиться, чтобы он пришел, просто начни словословить его. Начни хвалить его, начни превозносить его, начни поклоняться ему. Начни издавать хвалу, начни величать его, начни благословлять его имя. начни это делать, и тогда ты обнаружишь его присутствие в своей жизни. Не надо сидеть и говорить, Господь, приди, Господь, приди, Господь, приди. Не надо все время, как монотонная машина, призывать Господа. Начни славить его, начни хвалить, начни при... Ну, давайте, давайте так скажем, если ты хочешь, чтобы к тебе птицы прилетали, ты хочешь, чтобы птицы пели, чтобы ты утром окошечко открыл, и они вот так пели вокруг твоего дома, чтобы там чирикали, щебетали, чтобы птички прилетали тебе. Конечно, это же хорошее желание, ну, как бы ты хочешь, но тогда хотя бы ты сделай прикормку. Нет, я буду их звать. Птички придите, птички прилетите, птички, пожалуйста, придите в наш дом, птички, пожалуйста, прилетайте ко мне. Да не поможет. Сделайте хорошую прикормочку, прикормите птичек. И они сами прилетят. Вот примерно так же, если так можно сказать, прикормка для Бога, или согласно Писанию, если ты славословишь, он приходит. Так все просто. Славословь Господа, и он придет в твою жизнь. Славь его, и он явит свое присутствие. Начни хвалить Господа. Начнешь хвалить Господа, увидишь славу Господнюю, увидишь силу Господнюю. Увидишь, как Господь приходит в твою жизнь. Все просто и лаконично. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Мы хвалим царя, мы хвалим Иисуса, мы хвалим победителя, мы хвалим Господина нашего. Мы славим Иисуса Христа. Я хочу славить, я хочу хвалить, я хочу превозносить его. Бог обитает в словословии. Бог обитает. Давайте посмотрим, что происходило. Вообще, почему хвала важна для нас? Вы знаете, что хвалою мы можем даже побеждать врагов. Враги побеждаются, когда мы славим Бога. Мы хотим увидеть победу, нам нужно начать славить. Начните славить. Давайте откроем Первое Царство. Первое Царство и 16 глава. Страница 307. Первое Царство, 16 глава. И здесь такая история. История от Давиде и Сауле. От Давид и Саул. Я буду с 14 стиха читать. Первое Царство, 16 глава, с 14 стиха. «А от Саула отступил Дух Господень». Очень четко, лаконично и просто. «И возмущал его злой дух от Господа. И показали слуги Сауловы ему. Вот, злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобой поискать человека, искусного в игре на гуслях. Когда же придет до тебя злой дух?» Наверное, Саул бесновался, ходил по дворцу, там что-то кричал, что-то возмущался. Наверное. Слуги аж боялись, аж орухались. «То он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя». И отвечал своим слугам. «Найдите мне человека хорошего, играющего, и предстаньте его ко мне». Тогда один из лук сказал. «Вот я увидел у Иисея Велимеянина, сына, умеющего играть, и человека храброго, воинственного и разумного, в речах и видного собой, и Господь с ним». И послал Саул Вестников к Иисею и сказал. «Пошли ко мне, Давида, сына твоего, который пристали». И взял Иисея осла с хлебом и мех с вином, и одного козленка и послал с Давидом, с сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделал сооруженосцем. И послал Саул Иисею, «Пусть Давид служит при мне, его отцу, ибо он с ним сказал благоволение». «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл отраднее, и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него». Посмотрите, что происходило. Мы знаем песню Давида. Давид поет о Господе. Его псалмы до нас дошли, и мы видим, что здесь история очень интересная, когда Давид, хваля Господа, прославляя, он создавал атмосферу благоприятную, благоприятную, чтобы, давайте так, Божье помазание, оно выталкивает бесовскую силу. Там, где люди прославляют Бога, там дьявол теряет власть. Дьявол теряет свою силу, дьявол теряет свое влияние в местах, где прославляется имя Господа, в местах, где идет прославление, в местах, где идет хвала. Дьявол не может что-то сделать. Дьявол не может что-то сварганить, когда прославляется имя Господа. О, слава! Когда идет прославление, я верю, что оно влияет на наше духовное и душевное состояние. Духовные песнопения, когда мы поем, восхваляем, молимся, славим, что-то производит в нашей жизни, что-то происходит в нашем сердце, что-то происходит в нашей среде обитания. Вдруг у нас возникает желание, страсть, вдруг у нас возникает свет, тьма отступает. Послушайте, я сейчас хочу обратиться к вам. Тьма отступает тогда, когда вы служите Господу песнопениями. Давайте так, это великая сила духовной песнопения, когда вы воспеваете духом, когда вы Господа славите. Вы знаете, были истории в Библии. Откройте первое параллельопомяно. Вы знаете, когда мы смотрим на все эти библейские истории, вообще на библейские истории, для нас они как маяк, как навигатор, по которому нам нужно идти, как это было раньше. Второе параллельопомяно. Глава 20, это страница 480 какая-то. Глава 20, страница 480. И будем читать с 20 стиха по 24. Итак, второе параллельопомяноно, 20 глава, с 20 стиха. «И встали они рано утром и выступили к пустыне Феокийской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал». Иосафат красавчик, делает заявление. «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу, Богу вашему». Я уже представляю, это не просто он говорит, а вот Иосафат стоит перед людьми. «Послушайте меня, жители иудеи и жители Иерусалима. Верьте Богу. Верьте Господу, Богу вашему. Будьте тверды. Верьте пророкам его, и будет успех вам». И завещался он с народом и поставил певцов Господу. «Иногда мы ставим певцов для прославления людей, чтобы развлекать людей. Мы не песенки людям поем, мы Господу. Чтобы они в благолепии святыни, в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных сил, славословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». В то время, как они стали восклицать и славословить Господу, Господь возбудил несогласие между мантянами и мавитянами и обитателями горы Сиира, пришедшими на иудею, и были они поражены. «Ибо восстали мантяне и мавитяне на обитателе горы Сиира, побивая истребляя их друг друга, тех жителей Сиира. Когда же покончили с жителями Сиира, перебили их, мавитяне и мавитяне начали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на много людцев, вот трупы, лежащие по земле, и нет уцелевшего». Аллилуйя! И пришел Иосафат, и народ его забирать добычу. И нашли у них множество и имущества, и одежды, и драгоценные вещи. И набрали себе сколько, столько, что не могли нести. И три дня они забирали добычу, так велика была она. Посмотрите, что они сделали. Иосафат красавчик. Он берет и говорит, давайте будем славить Бога. Давайте сделаем по-новому войну. Давайте сделаем другую войну, другой тип войны. Оли Скараганды. Представляете, что они сделали? Они взяли, и они начали славить Бога. Они поставили прославителей, поклонников, которые восклицали, славьте Господа. И они кричали, вели Господь, и во век милость Его, славьте Господу. Сейчас послушайте, когда ты идешь на войну, и впереди посылаешь музыкантов, технически это аж стратегическая ошибка. То есть это технически. То есть музыканты не могут ни напасть, ни отразить атаку. Они всего лишь музыку, атмосферу создают. Но Иосифат делает потрясающую вещь. Он берет и начинает, создает новый тип военных действий. Посылает прославителей, посылает восхваляющих Бога. Запускай вперед войны. Многие из вас готовы идти на войну, готовы сражаться, биться. При этом вы не запускайте в начале прославителей. Запустите в начале прославления. У вас какое-то важное действие, важное сражение, важная битва, у вас важный прорыв. Запустите в начале прославления. Если вы в начале прославите Господа, если в начале вы восхвалите царя, то потом победа придет от Господа, ваши враги будут поражены. Конечно, он мог послать вначале артиллерию, потом ударные силы, потом кавалерию, потом колесницы, еще что-то. Он мог послать эти вещи, эти солдаты, и он бы воевал с ними. Но он послал прославителей впереди. Так что все, что им нужно было, это три дня собирать добычу. Три дня собирать. А хотите воевать, начните с прославления. Хвалите, восклицайте, провозглашайте. Помните, как стены Иерихона рухнули? Они ходили молча, в ожидании, и потом воскликнули в хвалу Богу. И когда хвала Бога, это не от звука упали, а упали от силы Божьей стены. Запустите вначале хвалу. Любая война в вашей жизни, любая война начинается с прославления. Любая война начинается с хвалы. Любая война начинается, если хотите победить, начните с Бога. Воздайте Ему честь. Воздайте Ему хвалу. Воздайте Ему благодарение. Прославьте Царя. Благословите Его имя. Превознесите Его. Восхваляйте, прославляйте, молитесь. Не просто просите. Господи, спаси, Господи, спаси. Воздайте Ему хвалу. Прославьте Его имя. Говорите об имени Его. Отче наш, Отец мой, существующий на Ипсах, досвятится имя Твое. Аминь, аминь, аминь. Драгоценные. Я как бы сейчас хочу вам просто открыть вот эти тайны. Послушайте. Жизнь во Христе – это духовная жизнь. Посмотрите, как хвала Богу изменила жизненные ситуации. На физическом уровне. Не только эти интеллектуально. Я буду хвалить Бога и стану себя чувствовать лучше. Стану себя чувствовать лучше, значит, я буду более эффективным. Не-не, это хорошо, но ты будешь хвалить Бога. Практически ситуация реально меняется. Ситуация реально меняется, когда ты хвалишь Бога. То есть я верю в реальное, практическое, физическое изменение твоей ситуации во время словословия хвалы. Когда мы славим, еще раз, жизнь во Христе – это духовная жизнь. А жизнь в Духе, чтобы нам быть в Духе, нас нужно, чтобы Дух Божий в нас был. Чтобы Дух был в нас. А как чтобы он был в нас? Начинайте исполняться Духом Божьим. Начинайте исполняться Духом Божьим. Давайте откроем Ефесианам 5 главу. Откройте Ефесианам 5 главу. Это в Новом Завете. Очень хорошо сказано. Вы знаете, мои любители, друзья алкогольные любители выпить. Здесь написаны такие потрясающие слова. Не упивайтесь вином. Евангелие, ой, Ефесианам 5 глава с 18 стиха. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Можете понести и просто... Но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями, духовными, поя, воспевая в сердцах вашего Господа, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуй друг другу в страхе Божьем. Послушайте, вот потрясающе. Еще раз. Не упивайтесь вином. Ставится в начале условие. Не упивайтесь, от него бывает, это стих 18, от него бывает распутство. Ты становишься таким мачо, таким крутым, ты становишься таким... Или женщина становится такая доступная. Не упивайтесь вином. Противовес упивания вину. Что происходит, когда люди пьют вино? Я не знаю действительности, я никогда в жизни не пил, но, как я понимаю, химия мозга меняется. То есть, это на химическом уровне. Мозг начинает каким-то образом расширяться, сужаться, что-то происходит, и человек изменяет себя на химическом уровне, чтобы была радость, веселье и все остальное. Он говорит, не упивайтесь вину. Лучше возьмите другой наркотик. Исполняйтесь духом. Исполняйтесь духом. То есть, с одной стороны, упивание вином. С другой стороны, исполнение духом. И дальше он говорит, исполнение духом, это назидая себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая не только в устах, в сердцах ваших, Господу. Пасторы, научите людей воспевать Господу в сердцах. Не просто словами, языком. Я славлю, я перевозношу. Воспевая в сердцах, прославляя, поклоняясь Господу. Изнутри, из сердца, из внутренности. Из внутренности. Послушайте. Ну, что толку от того, что вы говорите, что вы себя плохо чувствуете? Как вы подавлены? Что вам хуже? Что вы больны? Начните славить Бога за все, что Он сделал для вас. И будете изменить атмосферу, ощущение жизни изменится. Ярче начнет светиться ваша жизнь. Яркие цвета придут в вашу жизнь. Начните славить Бога. Начните хвалить Его. Поднимитесь над облаками вашей жизни. Слава поднимает нас. Люди, славящие Бога, становятся красивыми. Знаете, многие влюблены в лидеров прославления. И это такая интересная вещь. Некоторые лидеры прославления, ну, не очень красивые девушки. Но когда она поет, когда она славит Бога, что-то случается. Она становится такой красивой-красивой. Она становится такой исполненной духой. Она становится такой... Она сияет от Духа Святого. И некоторые парни влюбляются в лидер прославления по причине, они видят какую-то внутреннюю красоту. Она не очень красивая. Вы знаете, когда кто-то славит Бога, он становится красивым. Он становится очень красивым. Он становится другим. Он становится сияющим. Он становится светлым. Хмурые, надутые, негативные, обиженные люди, они страшные. Даже самая красивая мисс Вселенная, она будет страшная, если она не такая вот вся недовольная. А как иметь настоящую радость? Настоящая радость, это не просто... Это не настоящая радость. Когда настоящая радость изнутри сияния славы Божьей. Радость. Когда она начинает излучаться из вашей жизни. Спросите себя, почему вы сейчас смотрите на меня и улыбаетесь. Почему сейчас ты улыбаешься? Скажите мне, пожалуйста. Потому что сияние Божьей славы через этот эфир проникает к вам в дом. И происходит... Слава Божья приходит в твою жизнь. Славьте Господа. Хвалите Его. Превозносите. Фокусируйте свой взгляд на Христе. На словословие. Фокусируйте свой взгляд на Господе. Давайте превозносить. Давайте возносить. Давайте хвалить. Давайте славить Бога. Давайте славить Бога. Давайте говорить о Господе нашем. Давайте говорить о Боге нашем. Давайте поклоняться Ему. Давайте будем величать Его. О, слава Ему. О, слава Господу. Над нашей головой иногда бывает темные тучи. Но запомните, всегда над тучами сияет... Любовь Господня. Всегда, всегда над тучами. Всегда над тучами светит солнце правды. Слава Иисусу Христу. Да, солнце не видно под тучами. И ты, но тусуй только сесть в самолет и подняться. Подняться над облаками, вы сразу же обнаружите, как хорошо и как приятно быть в Божьем присутствии. Аллилуйя. Итак, мы с вами подошли к важному моменту. Война. Мы все рано или поздно вступаем в войну. Все мы рано или поздно находимся в военных действиях. И мы сражаемся. И знаете, когда я сражаюсь за телеканал СНЛ, за финансы, я думаю, как мне победить в этом сражении. И я думаю, что если я буду славить Бога, Бог сделает больше. Я не страдаю от недостатка. Хотя недостаток есть. Но я не включаю эмоции на страдания. Все, что я делаю, я включаю веру. И начинаю славить Бога. У меня этого нет. Начинаю славить Бога. У нас недостаток. Я начинаю славить Бога. Мы не можем что-то себе позволить. Я начинаю славить Бога. Ты не можешь себе позволить что-то. Начинай славить Бога. Не жаловаться Богу. Господь, мне не хватает. Я славлю Бога. Я славлю Бога и благодарю. Я славлю Бога за милость, за помазание. Я славлю Бога за жизнь. За то, что Он дал нам возможность благовестствовать. Я славлю Бога за партнеров. Я славлю Бога за то, что Бог, я славлю просто Бога, Он строит свой престол в хвале и словословии. Я славлю Бога за каждую вещь, я славлю Бога за кружку с горячим чаем, который у меня сейчас в руках. Я славлю Бога за то, что я могу молиться, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек твоя война. И ты увидишь, как ты победишь, славь Бога, и придут и финансы, и силы, и благословения. Я хочу поблагодарить всех вас за участие, за молитвы, хочу поблагодарить и вместе славить Господа, Он достоин хвалы. Господь, благодарю Тебя за то, что Твоя рука с нами, благодарю Тебя за то, что милость Твоя, за то, что Ты держишь на Своей руке. Да будет имя Твое прославлено, да будет имя Твое благословлено, да будешь Ты превознесен, Царь славы, Господь Содержитель. Я хвалю Тебя, я славлю Тебя, я поклоняюсь Тебе, Господь. Хвала Тебе, благодарение, поклонение, Тебе честь. Аллилуйя, я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да явит свою милость, да и зальет на вас Господь от Духа Своего. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас. Боже, благослови каждого человека во имя Иисуса Христа. Да благослови Тебя, Господь, и сохрани Тебя. Да явит Господь славу и милость свою Тебе и коснет за Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Я прощаюсь с вами, у меня остается последние 15 секунд. Спасибо вам, драгоценные, за то, что вы поддерживаете, участвуете, за ваше партнерство. Спасибо за то, что мы вместе, мы все можем преодолеть. Будьте благословены. Аминь.